Продавец монет на iOS и Android, Даниил Камоха. Самые низкие цены, множество отзывов, а также честно, быстро и удобно. Ссылочка в описании к ролику. Доброе утро, добрый день, добрый вечер или доброй ночи, дорогие подписчики и гости моего канала. Так как я не придумал ничего оригинальнее, как просто поздравить вас с наступающим 2016 годом, я сейчас вам скажу несколько ласковых напоследок 2015 года. Ну а сейчас первым делом информация для сверхинтересующихся моим каналом. Компьютер будет покупаться 3 января, так что ждем, ждем и еще раз ждем. Ну а теперь давайте по тексту, который я написал. Год был один из самых интересных в моей жизни, многое изменилось на моем канале, и теперь он стал какой-то, не знаю, существенной деятельностью для меня, так как я рассчитываю в будущем иметь какую-то прибыль с него и, может быть, даже с помощью этого канала существовать. Мне кажется, многие не заметили, что изменилось на моем канале, вроде ролики так и выходят, да, то постепенно они прибавляются, то есть за неделю может выйти и 7 роликов, а бывает то, что за 2 недели нет роликов. Но сейчас я вам скажу несколько цифр, которые могут вас как-то взбодряться, не знаю, ну просто меня они очень сильно удивили. Я даже могу сюда спокойно смотреть и говорить вам. За этот год у меня прибавилось 928 подписчиков. Это в день, можно сказать, по 3 подписчика, ну вкратце, это больше, чем у нас, наверное, в поселке городского типа. Также вы мне написали 777 комментариев под моими видеороликами. Существенно-существенно. Все видеоролики набрали в сумме 3162 лайка и 489 дизлайков. Ну вы понимаете то, что всем мой контент почти нравится. Канал набрал в течение года 89 390 просмотров. Мои ролики смотрели 240 968 минут. Чтобы вы понимали, это 167 дней и 8 часов без перерыва смотреть только мои ролики. Просто не спать, ничего. 168, 167 дней смотреть и вот наблюдать, что я говорю и какой фигни страдает. Больше всего мой канал смотрят в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Это такие центры моей деятельности, так как большинство людей смотрят только в этих странах. Там, конечно же, есть и в других, но там их существенно меньше. Теперь информация такая, более нравящаяся мне. Из всех подписчиков 92% составляет мужчины. И 8% девушки, что меня, конечно, радует. Ну что, 8% это не хиленько, ребят. Вполне нормально. Ладно, давайте, так как я являюсь, не знаю, представителем данного канала, вам покажу очень интересную информацию. Так как я имею доступ к своему каналу, я вам могу показать вот такую информацию. За последние 48 часов на моем канале было примерно 400 просмотров. И за последние 60 минут было примерно 14 просмотров. Тут можно уточнить, на какой минуте. Вот, например, видите, недавно, сколько тут, 17, 19, 17, 20, а времени сейчас... А сейчас 24 минуты, то есть, не знаю, там, ну, 4 минуты назад меня посмотрел кто-то. И вот интересно, кто это был. В общем, прикольную информацию можно найти на этом канале. Но также не только на YouTube вы отличились, вы были также активными и в моих группах ВКонтакте. Также сейчас тоже приведу вам маленькую информацию по ним. Кто не знает, у меня есть две группы ВКонтакте. Одна называется FIFA Page, где я делаю рандомы по FIFA на Android и iOS. Также у меня есть моя первая группа основная, Death to 4, где я там выкладываю новости спорта и свои новости, которые происходят у меня в жизни. Конечно, активностью страдает моя основная группа FIFA Page людей намного больше. Например, за полгода группа FIFA Page по активности почти на 20 тысяч обогнала мою основную за целый год. Давайте я вам покажу самых активных людей, топ-20, наверное, активных людей на моём канале. Может быть, вы себя найдёте. Топ-20 людей на моём канале, видите, да? Ну да, я тут многих знаю, даже очень многих. И, блин, это приятно, очень приятно число, скажу вам спасибо. И мне кажется, что вы всё-таки нашли себя в этом ролике. Ну а в моей второй группе я вам покажу тоже активных людей. Здесь, конечно, их будет побольше, и здесь я уже не всех знаю. Но смысл в том, что активностью эта группа точно выделяется по сравнению с группой моей основной. Здесь я могу сидеть и болтать с вами, и вы мне что-нибудь напишите. Ну раз я уж упомянул свои две группы ВКонтакте, хочу сразу же поблагодарить тогда своих администраторов, которые частенько, я бы сказал, ну как частенько, это я буду врать тогда, ну иногда выкладывают новости, помогая мне не сидеть только в группе, а работать и работать на Ютубе. Администраторами в группе Д-104 являются Андрей Колесник, Никита Лада, Даниил Камоха и Артём Гущин. Ну так же я. Вот именно вот это, будем говорить, пятёрка часто очень выкладывает новости. Часто. Ну а в группе Фапэйдж моим помощником является Александр Прокопюк. Извини, если проковеркал твою фамилию, но ты делаешь большой вклад, и именно вот это сделал ты. Человек выиграл кар... ну, выиграл в какой-то группе рандом, чтобы ему сделали карточку, он её мне подарил, но распечатал-то я и делал её сам. Я там только сделали, ну, поставили моё лицо, статистику и так далее. Вообще год прошёл замечательно, много интересных роликов, много интересных встреч. С моей деятельностью на Ютубе, не знаю, появляется больше у меня возможностей в жизни. Часто хожу на некие мероприятия, чтобы, например, их заснять, но потом, конечно, не выкладываю. Но всё же в этом году я буду выкладывать чаще ролики, и это я вам точно обещаю. Сейчас тогда техника ещё подъедет, тогда роликов будет намного больше. Дорогие друзья, Новый год уже на пороге. Пора встречать близких и сказать им самые тёплые и добрые слова, которые вы, если ещё не сказали, то ай-яй-яй, надо быстрее говорить. Давайте скажем своим близким большое спасибо за понимание, надёжность, заботу и доброту, которые они давали нам в течение этого года. Мне кажется, они ответят взаимностью. Ну и чем больше будет в этом году доброты, тем больше у меня будет улыбка на лице. Ну а как гласит русская мудрость, чем меньше помним мы Новый год или праздник, тем лучше мы его провели. Так что я надеюсь, вы этот праздник вообще не вспомните. В этом году с вами был ваш покорный слуга Данила Громов, или как в просторах интернета Д-104. Хорошего вам Нового года, доброты, терпения, позитива. Увидимся в 2016 году. С Новым годом! С Новым годом!